Ленин и профсоюзы Прошу обратить внимание на то, что лежат в бумажечке, и просьба записываться на выступление и записывать вопросы. Выступления дикие, они допущены и не будут. Заранее записывайтесь. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. К этой теме мы обратились к Ленин и профсоюзу в связи с важностью данного вопроса, ну и в связи со 150-летним Владимиром Лениным, которое было в этом году. Профсоюзы, их появление органически связано с капиталистическим способом производства. Вначале они носили вот эти объединения временный характер, впоследствии перешли в постоянный. И первую такую стройную теорию или учение о профсоюзах, об их задачах, об их месте в общеклассовой борьбе пролетариата, вложили Маркс и Энгельс. Они говорили о том, что профсоюзы, объединения, за ними большое будущее, что это школы, школы классовой борьбы, классовой солидарности, это школы социализма. Если они будут отвечать своему предназначению. Предназначение профсоюзов Маркс в том, чтобы способствовать или бороться за уничтожение наемного рабства с перспективой на социалистическую революцию и диктатуру пролетариата. И только тогда профсоюз отвечает своему назначению. Владимир Ильич Ленин творчески развивал это учение применительно к эпохе империализма, поскольку состояние классов и структура общества меняется, и перед профсоюзами ставят новые задачи и новые методы и формы борьбы. В конце 19-го, 20-го века было очень большое многообразие профсоюзных организаций. Они различались по своему организационному принципу построения. Например, одна профессия, один профсоюз. Это к чему приводило? На производстве каком-то крупном, там есть разделение труда и много профессий. И такое строение профсоюзов по профессиональному признаку приводило к тому, что на одном предприятии несколько профсоюзов, у которых в своей задаче это мешает. Единство действий всего рабочего класса, всех индустриальных рабочих, которые трудятся на данном предприятии, разделяя их по разным углам квартир. Есть принцип построения производственного. Одно предприятие, один профсоюз, одна отрасль, один профсоюз. Кроме организационного построения, есть различные идеологические наполнения профсоюзных организаций. Есть профсоюзы, которые строятся по религиозному признаку, христианские профсоюзы. Они есть до сих пор. Есть профсоюзы, которые отличаются друг от друга по политическому содержанию, по политическому наполнению. О них мы немножко поговорим. Первый тип – это треть юниона. Появились они в Англии в начале 19-го века. Из чего исходят треть юниона? Из того, что классовый мир, который сейчас есть, его можно сохранять и нужно сохранять. Они не понимают задачи пролетариата по совершению социалистической революции, отрицают такую задачу. Тем не менее, они способствуют улучшению экономического положения здесь и сейчас в данных условиях. Борются за улучшение заработной платы, сокращение рабочего дня, используют такой инструмент, как забастовку, собирают забастовочные фонды в начале своей деятельности. Однако потом они от этого отказались, от забастовок. Больше всего упор делали на мирные договоренности, мирным путем, может быть, под угрозой забастовки. Забастовочные фонды начали распадывать не по назначению, а в виде взаимопомощи и прочее, и прочее. И революционные процессы, которые были в Советской России, они не поддержали, выступали всегда против революции, против большевиков, в конечном итоге против Маркса, Орингуса и всех классиков. Свободные или социал-демократические профсоюзы, они сложились в Германии. Сложились в Германии во многом тут идеями Маркса формировались. Они служили источником, так сказать, социал-демократической партии. Многие выходцы из профсоюзов шли в партию. Вначале появились профсоюзы, а потом появилась партия, социал-демократическая. Они признавали экономические и политические методы борьбы. Однако впоследствии они перешли на позиции оппортунизма. Отказались от идеи социалистической революции. И говорили, что с помощью постепенных таких реформ можно капитализм превратить в социализм. В 1905 году, когда в России началась первая русская революция, партия Сталодемократической Германии приняла решение объявить всеобщую политическую забастовку в Германии. Обратилась к профсоюзам, чтобы они поддержали это требование. Однако профсоюзы на своем конгрессе отказались это делать. Вы сказали, что это не чумо. И впоследствии стала демократическая партия Германии. Она утерлась, что сказать, решением. Не стала настаивать. По сути дела пересмотрела. Ну и мы знаем, когда рождение, когда началась Первая мировая война, все эти партии, все эти профсоюзы, они встали на позиции защиты своего отечества, своего капиталиста. И окончательно деградировали. Синдикалистский тип, анархосиндикалистский тип. Он наиболее ярко выражен во Франции. Понятно, что когда я говорю Англия, Германия, это значит, что в других странах их не было, таких типов профсоюза. Просто это наиболее выраженный и сложившийся. Синдикалистский тип. Он сложился в конце 19-го, начало 20-го века в ответ на оппортунистическое перерождение вождей социал-демократии в Германии и парламентского критинитма с их стороны. Потому что они ничего другого уже не видели, кроме как участия в буржуазном парламенте, считали это высшей формой политической борьбы. Они стояли во многом на таких позициях частично экиптического марксизма, эклектики. Ленин, критикуя в 1908 году этот тип профсоюзов, говорил, что они апеллируют, пытаются применить, подстроить Маркса под себя и апеллируют от неверно понятого Маркса к верно понимаемому Марксу. Они считали, что профсоюзы – это высший тип объединения пролетариата, не партии, а профсоюзы. Поэтому за ними будущее, за этими объединениями партии только мешают в профсоюзной борьбе. Что непосредственно социалистическая революция совершается путем всеобщей политической стачки. Государство – это враг, в том числе и государство, диктатура и пролетариата – такой же враг. Поэтому государство на следующий день упражняется, а психохозяйскую деятельность начинает вести свободные ассоциации, вот эти профсоюзные организации. Сама забастовка для них, исход забастовки, значения не имел. Выиграна, проиграна, какие-то революции значения не имеет, потому что они считали, что нужно готовиться, как спортсмен развивается, делать какую-то зарядку, чтобы совершить какой-то прыжок там или еще что-то. Так и здесь, революционная гимнастика. Чтобы провести всеобщую политическую стачку, нужно разминаться политической гимнастикой, забастовкой политической гимнастики. Вот если знать, сказать, их методологию, технологию, то понятно, что анархосиндикалисты поддерживают любые забастовки, вне зависимости даже от цели, кто их организует. Посмотрите, что на Украине, когда Волынец, председатель этих независимых профсоюзов, начал поддерживать Майдан, все анархисты, они тоже поддерживали Волынца против, так сказать, действующего президента Украины. То же самое на Белоруссии. Мы разошлись с ними в оценках. Они поддерживают забастовки, которые инициируются с Запада через Конгресс свободных белорусских профсоюзов по смещению Лукашенко. Не потому, что они там считают, что Тихановская лучше. Нет. А просто это революционная гимнастика. А к чему приводит революционная гимнастика, никто скажет, уже ума не хватает, чтобы понять. Поэтому Ленин критиковал это направление. И после совершения социалистической революции, поскольку были установлены диктатуры пролетариата, очевидно, что эта группа профсоюзов очень резко и отрицательно относилась к советскому государству. Революционно-классовые профсоюзы, они сложились в России, в СССР, ну и в других странах. Значит, это профсоюзы, которые соответствуют своему назначению и признают в виде перспективы освобождения труда от капитала. То есть в этом главная цель. Россия по своему развитию, капиталистическому развитию, отставала от стран Запада на несколько десятилетий. И началом, наверное, так сказать, рабочего движения организованного можно считать 1875 год. Тут у нас была лекция, там, по-моему, другие цифры делались, да? Почему? Потому что сложился Южно-Российский союз рабочих в Одессе в 1875 году. В 1878 году здесь у нас, тогда был Петроград, в Санкт-Петербург, Северный союз русских рабочих, который возглавлял Халтурин. В самом союзе, он из народовольцев выходец, тогда народная воля была, политическая организация наиболее сильная, значит, выходец оттуда, он, сам союз объединял 200 человек примерно и порядка 200 сторонников. Они проводили идеи борьбы за освобождение, значит, от царизма, за демократию и организовали в том числе забастовки. Под их началом, под началом Северного союза, были первые забастовки в Петрограде. В 1883 году это уже возникает, возникают здесь кружки под руководством Плеханова. Марксизма по изучению, не столько по изучению, сколько по пропагатике. Сейчас возникли у нас в городе кружки, изучают марксизм, но они просто изучают. А кружки Плеханова они переводили с немецкого, с английского, вот эти работы, и распространяли среди рабочих. Они их обучались. Не сами этот кружок собравшись читали, вот распространяли. В 1893 году Владимир Ильич Ленин сюда приехал. Дело то же самое. Вот эти кружки, они имели непосредственную связь с рабочим классом. И кружки, которые вошли, поскольку Владимир Ильич Ленин резко выделялся своим знанием марксизма, организовываясь с способностями, то есть он, в принципе, возглавил, объединился эти кружки. И под, так сказать, идейным руководством этих кружков прошли первые забастовки в Петрограде. То есть вот эта связь кружка с рабочим классом, она была с самого начала возникновения марксизмских кружков России. Дальше был период создания социал-демократической партии в России, к которому предшествовала борьба с экономизмом. Владимир Ильич Ленин, прежде чем создать партию большевиков, провел теоретическую борьбу по этому направлению, потому что под идеям разложившихся, так сказать, социал-демократов Германии возникли идеи такие, что рабочий класс должен заниматься только экономической борьбой. Пока он не научится бороться за свои экономические интересы, дальше двигаться нельзя. Вот сейчас у нас царизм и является революционным классом буржуазии, но это в то время, да? Поэтому либеральная буржуазия, пускай борется политически, а у рабочего класса свои задачи, ему сейчас не до политики, ему надо научиться бороться за коллективный договор. Ну, примерно так. Вот эти идеи, значит, Ленин разбивал в своих работах, критиковал резко. И, в принципе, та партия, которая создалась, она создалась под идейным уже воздействием Владимира Ильича и победа над экономизмом. О том, что рабочий класс должен не только экономические в форме и методной борьбы использовать, но и политические. Причем политика, она имеет приоритет над экономикой всегда. Значит, борьба с экономизмом. Итак, началась Первая русская революция, 1905 год. Перед этим было создание партии, а одним из результатов Первой русской революции было рождение профсоюзов. То есть у нас в России партия, партия большевиков родилась раньше, чем профсоюз. В этом отличие от стран Западной Европы, где все наоборот было. Поэтому с самого начала рабочий класс, больше партия пользовалась авторитетом и уважением среди рабочих, чем профсоюз. Потому что она возникла раньше и, собственно, под ее воздействием образовывалась Первая профсоюза. Рабочий класс имеет тенденцию объединяться для того, чтобы коллективно противостоять конкретной буржуазии на своем предприятии. Но в эпоху империализма, когда образуются монополии, с другой стороны, со стороны рабочих, пролетариатов, есть тенденция объединяться на национальном уровне, для того, чтобы образовывать какие-то федерации, более сильные, более крупные объединения, которые могут на равных, так сказать, пытаться бороться с монополией. Такие процессы есть по всему миру, идут. В том числе и в России. Как только родились профсоюзы, сразу появились тенденции к созданию всероссийской объединения профсоюзов. Были конференции, до этого не дошло, потому что не успели создать. Здесь были первые схватки между большевиками и меньшевиками. Во-первых, меньшевики выдвинули тезис о нейтральности профсоюзов. Владимир Ильич Ленин говорил, что это неправильно, это вредный тезис. Потому что при господстве буржуазии сила ее заключается, ну или эксплуатации классов вообще, сила ее заключается не только в том, что в ее руках находится государственный аппарат весь, но также то влияние, которое они оказывают через школы, через церковь, через газеты, через искусство. Поэтому нейтральность профсоюзов в данном случае означает, открывая дорогу для вот этой буржуазной идеологии, буржуазного влияния и уводит профсоюзов в сторону. То есть по Марксу они не соответствуют своему значению в этом случае. по организационному строению тоже между большевиками и меньшевиками была борьба. Проявилась она в 1906 году в Баку. Нефтепромыслы. В этой отрасли было занято порядка 50 тысяч человек. И разбиты они были на три типа производства. Нефтедобыча, нефтепереработка и механические заводы. Большевики говорили, что нужно делать профсоюз организационный, который бы объединял все вот эти отрасли производства, отраслой профсоюз нефтедобычей. Большевики говорили, нет, надо на каждом предприятии, на каждом производстве свой профсоюз. В 1906 году к сожалению большинство городского было за меньшевиками. Они победили. Был съезд объединительный так называемый, в 1906 году, где они одержали победу. Поэтому победила эта линия, были организованы три профсоюза. К чему это привело? Привело, во-первых, к раздороблению, во-вторых, если взять национальный состав, который был задействован на этих типах производства, то в одной отрасли преобладали там персы, в другой отрасли русские рабочие. И получилось, что разделение по национальному признаку сыграло плохую шутку с точки зрения того, что стали возникать различные буржуазные нациалистические организации и партии, раздувать различные настроения, сеющие вражду друг к другу. К слову сказать, раз мы заговорили об Аку в 1906 год. В 1904 году под руководством Сталина большевиков была организована грандиозная забастовка и заключен в первой в России коллективный договор. И на фонде рабочей академии его тексты есть, и они говорят, вот посмотрите, как Сталин боролся за коллективный договор. Вот надо нам тоже так действовать. А как это, если взять историю, как это все происходило? Перед тем, как объявить забастовку, большевики организовывали митинги, демонстрации, раздавали прокламации, где требования были политические, требования были о смещении правительства, призыв был к социализму, борьба за социализм, то есть требования были политические. Забастовки тоже были очень сложные, потому что там возникли историй брехера и организации, которые создавала работодатель, не работодатель, а другое слово было, хозяева, которые своими действиями дискредитировали саму забастовку, носили вражду, поджигали вышки, были полицейские стянуты, были убиты, пострадавшие, расстрел, ранены, была организована демонстрация. Вот это все вот такая работа, которая не столько экономического, политического было характера, позволила добиться экономического результата. А если бы изначально задача стояла только экономическая, ничего бы, скорее всего, не получалось. Здесь они шли дальше. В результате было достигнуто сокращение рабочего дня с 12-15 часов до 9-8 днем-ночь. И повышение заработной платы в среднем 25-30 процентов. Вот первые такие успехи. В 906 году уже большинство было за меньшевиками. Организационное строение было вот таким, я сказал, по отдельным предприятиям с разделением. И сам съезд или конференция, которая готовилась профсоюзной, я о ней говорил, в 906 году была попытка объединиться профсоюзы на национальном уровне. До 905 году стоял вопрос о том, что ее провести и резолюцию принять об отношении к партиям. Но в 906 году уже такой был снят из повестки дня эта резолюция, потому что меньшевики господствовали и убрали. Это их идея нейтральности профсоюзов, это их ключевая точка зрения. В 907 году съезд уже был за большевиками, была принята специальная резолюция, где черным по белому было написано, стояла задача добиваться идейного и политического руководства в профсоюзах. Такая задача стояла. 1917 год, в 6-е съезд партии, который был курс на вооруженное восстание, потому что в отличие от синдикалистов, революционных классов и профсоюзов, идеологи этих профсоюзов, они понимают, что для того, чтобы взять власть, необходимо понимать, что придется совершать вооруженное восстание. к этому надо готовиться, серьезно. Одной политической забастовкой не получится, поскольку армия, проще инструменты находятся в руках буржуазии. И вот этот съезд он рассматривал в том числе, принимал специальную резолюцию о профсоюзах. Значит, там было рекомендовано профсоюзам руководствоваться принципами классовой борьбы, организовать отпор контрреволюции. И, поскольку впереди были выборы в учредительное собрание, то поддержать большевиков на этих выборах. Заканчивалась она международный революционный социализм против международного империализма. Ну, лозунг такой. То есть, они призывали профсоюза именно за международный революционный социализм к революции звали. Вот такая резолюция. Ну, мы знаем, что Октябрьская революция победила в нашей стране. В других странах пожар начался, но поскольку там было в профсоюзах другие совершенные настроения, другая линия, в том числе и поэтому там революции потерпели поражение. И вот здесь начинается новый период, период социалистического строительства. И задачи профсоюза, они коренным образом начинают меняться. Если раньше все было понятно, классовая борьба с буржуазией, то теперь вроде как буржуазия низвернута. Что делать профсоюзам? Были несколько линий внутри партии, которые боролись друг с другом. Значит, мы по порядку их сейчас немножко рассмотрим. Линия Шляпникова-Калантай. Это знакомая нам синдикалистская линия. Они говорили, что задачи социалистического строительства надо передать профсоюзам. То есть профсоюз, партия так сбоку будет стоять, а профсоюзу будут руководить всем социалистическим хозяйством и высшим органом управления будет съезд производителей. Ну, анархосиндикалистская позиция. Значит, были товарищи группа такая демцентрализма, децисты их называли. Они говорили, что нужно убрать идейное руководство партии из профсоюзов и из советов. И вот эти организации они сами разберутся со своими функциями, со своими возможностями. Это та же самая мельчевистская теория нейтральности профсоюзов, но тут еще добавили нейтральности совета. А внутрипартийной организации они требовали свободы фракции и объединили децисты. Она была немногочисленная. Была группа Троцкого, который, собственно, и навязал дискуссии о профсоюзах. Он хотел слить функции управления производством и профсоюзы в одно целое. Так называемое о государстве не профсоюзов. Смысл его в чем? Вот есть директор завода, например, он заявляется председателем профсоюзной организации. Есть на областном уровне руководитель какой-то отрасли. Он заявляется, входит в совет профсоюзов и является председателем совета данной профсоюзов. То есть совмещение государственное. И все члены профсоюза начинают выполнять команды и указания, которые идут от этих людей. Был Бухарин, который якобы пытался примирить все концепции. На самом деле он поддерживал в конечном итоге концепцию Троицкого. Просто оправдывал всякими выражениями, словами, нападал на противников Троицкого. И Ленин, который объединил вокруг себя большинство, он раскрывал суть государства диктатуры пролетариата и роль профсоюзов в этой структуре. Идейная наверху руководит партия. Это авангард. Авангард. Не профсоюзы, а партия. Какое воздействие может оказать партия на своих членов? Это партийное взыскание исключения из партии. В большей степени. Она очищается таким образом от случайных элементов. Мы поддерживаем дисциплину. Советы. Это органы государственного принуждения. Здесь уже есть определенное насилие. Обязанность выполнять те распоряжения, те декреты, которые принимают советы. Но в эпоху диктатуры пролетариата можно от них отказаться? Нет. Потому что как раз это концепция анархосиндикалистов. Отказ от принуждения государственного. Руководят советами члены партии. Да. Вот через это оказывается идейное руководство советами. Они являются членами партии, являются руководителями советов, как правило. Профсоюзы. Какая роль профсоюзов во всем во всей этой структуре. Ленин говорил, что многие массы рабочие еще не были на передовых осознательных позициях. Вот эта связь между партией, советами, хозяйственным производством и массой осуществляет профсоюз. Он говорил, что это школа управления, школа хозяйственной, школа коммунизма. Это резервуар кадров государственной власти. На все посты. здесь должен быть метод убеждения. А задачи, которые стоят перед профсоюзами, это задачи строения социализма. Те производственные задачи, которые стоят в данном конкретном историческом моменте. Они должны их решать. При этом сохраняется и их пункция защиты социальных интересов трудящихся. Хотя противоречия уже не антагонистические, тем не менее они есть, поскольку на первых по крайней мере парах были элементы и бюрократии неизжитой. Некоторые товарищи не оправдывали своего доверия, которое было оказано, выдвигая их на какие-то руководящие посты. Поэтому эти профсоюзи функции все-таки имели защитные. Он полемизировал с Троцким в своей работе дискуссии о профсоюзах. Я просто приведу, иногда тоже говорим об экономических и политических методах борьбы. Товарский обвинил, что он тут политикой занимается, когда вопросы хозяйские надо решить. А он говорит, товарищ Троцкий неправ, потому что вначале нужно решить политический вопрос. Если мы не решим политический вопрос и оттолкнем профсоюзу от себя, значит мы не удержим власть. В такой стране, как Россия, мы не удержим власть. А те меры, которые предлагал Троцкий, перетряхивание, сращивание, ему человек не понравился, его надо убрать, он разделяет его взгляд. Вот это все отталкивало, вызывало неудовлетворение, неудовольство в профсоюзной среде. И поэтому политически нельзя отталкивать от себя профсоюзы. Если только оттолкнешь, значит ты потеряешь власть. Это политический вопрос. И вот он стоял впереди. И только после того, как решишь политический вопрос, уже можно по шагам решать хозяйский приоритет. И Ленин говорил, тот, кто не понимает эту азбуку марксизма, что политика имеет приоритет над экономикой, в принципе не марксист. Не знает марксизм. Поэтому вот это новое, что внес Владимир Ленин, это те специфические задачи и роль профсоюзов в системе при государстве, в которой пролетариаты. Вот это новое, чего было прилимнее. Работать и коммунистом в реакционных профсоюзах. Это глава из работы «Детская болезнь ливизны в коммунизме». После победы в социалистической революции в России, так мы знаем, все вот эти профсоюзные деятели, они перешли на антисоветские позиции, политика, которую они проводили в профсоюзах, была реакционна и коммунистически настроенная. Товарищи, они, конечно, были возмещены, и левые коммунисты Германии предложили уйти из этих профсоюзов и создавать свои, те профсоюзы, которые ориентируются на поддержку Советского Союза на социалистическую революцию. Ленин критиковал их Ленин. Он говорил, что нельзя уходить из массовых организаций пролетариата, создавать какие-то чистые профсоюзы, которые будут наполняться такими сознательными рабочими. Это глупость и наивные какие-то представления. уход коммунистов из этих профсоюзов отдает наводку огромные массы людей реакционным вождям. Нужно всеми силами работать в этих профсоюзах, даже реакционных. Хотя при этом он говорил, что вас могут унижать, оскорблять при этом. Может быть, даже какие-то силовые способы давления оказывать. Возможно, придется затаиться на время, не высказывать открыто свою точку времени, но оставаться в этих профсоюзах, цепляться за них, чтобы оказывать влияние на массу. И приводил пример Бабушкина, который работал в Зубатовских профсоюзах под охранкой, задача которого была настроить внушительные какие-то черносотинные настроения и прочее. И он выхватывал из этих лап рабочих элементов, рабочих, просвещая их, борясь за их сознание. Поэтому ни в коем случае нельзя уходить из реакционных профсоюзов под видом того, что они реакционные. Но нужно сказать, что те профсоюзы, которые строили тогда левые немецкие коммунисты, они базировались на обязательном признании члена профсоюза, обязательном признании, что он признает государственной диктатуре и пролетариат, а есть социалистическая революция. Если ты не признаешь, то членом быть не можешь, потому что ты несознательный. То есть идеалистический во многом подход. это революционный тип профсоюза. Основоположник и Ленин, учение которых впоследствии развил Сталин, потому что дольше строительства социализма возникали новые задачи, которые строились перед профсоюзом. В 1921 году еще сложился корпоративный или фашистский тип профсоюза страна Италия. Смысл там в чем? Национальные интересы высшеклассовых, тезис такой основной, создается Министерство корпорации, Министерство при правительстве называется Министерство корпорации, которое назначает председатели профсоюза корпораций, ну там профсоюзы корпораций, утверждает коллективные договора, запрещается забастовки и локал увольнения, то есть запрещаются и высший совет, который, на котором собственно и осуществлялось сотрудничество между трудом и капиталом, это представители правительства, представители корпораций, представители профсоюзов вот этих и фашистская партия. они обсуждали какие-то общие моменты, приходили к общему знаменателю, потом реализовывали таким образом, то есть этот фашистский тип потом возобладал Германией примерно, то что Гитлер выстраивал профсоюзное движение именно по этому типу. На международном уровне в то время международная организация профсоюзов существовала до Первой мировой войны, потом все это распалось, мы знаем, интернационалы, в том числе и профсоюзная организация, и уже после войны до войны здесь первый скрипт играли социал-демократы, их идеология преобладала. Дальше в 919 году Амстердарский интернационал профсоюзов сложился. Здесь уже третий низкие позиции, они были враждебны к советской России, к Ленину, к социализму, вообще ко всему, что связано с революцией. В 1920 году советские профсоюзы инициировали создание красного интернационала профсоюзов. Оно активно сотрудничало с Коминтерном, и между этими профсоюзными объединениями международными шла постоянная идеологическая борьба международного уровня. Амстердарский интернационал профсоюзов не признавал красного интернационала. Следует добавить, что здесь еще в 1908 году создалась международная организация христианских профсоюзов, международное объединение христианских профсоюзов, которые критиковали красный интернационал справа. И в 1922 году Международная ассоциация рабочих анархосиндикалистов в основном там были представлены, они критиковали слева красный интернационал. То есть вы видите, в каком окружении происходит борьба рабочего класса сознательных отрядов, какие силы используют буржуазии для того, чтобы оглупить, оболванить, идеологически ввести в сторону рабочих классов. настоящее время по прошествию сто лет прошлое, да, что мы понимаем, на сегодня. На сегодня в России у нас ФНПР наиболее сильная численность, остатки ВЦСПС в Советском Союзе профсоюзной организации состояли вот это их, так сказать, то, что получилось в результате контрреволюции. 20 миллионов, там численность все время падает, 20 миллионов сейчас. здесь заявлено, что Федерация профсоюзов нейтральна по отношению к политическим партиям. На самом деле эта нейтральность заявляется, но в действительности заключен договор с руководством «Единой России». ФНПР является проводником буржуазных идей в профсоюзном движении, в том числе и в рабочем. Нет ни одной забастовки за плечами ФНПР, ни забастовочного фонда, ни каких-то громких акций в защиту, социальных завоеваний трудящихся. Ну и, естественно, не ставить задачи испровержения существующего строя. Наоборот, политика классового сотрудничества, классового соглашательства. То есть это реакционное объединение ФНПР. КТР заглавляет Крафченко, ФНПР Шмаков. КТР Редерация труда России, это более маленькое образование, оно не имеет профсоюзной собственности дворцов, санаториев, бас отдыха, которые за ФНПР числятся, которые являются источником дохода профсоюзных бюрократов этой организации. Поэтому она более мобильна. На мой взгляд, в ней присутствуют синдикалистские элементы, приоритет имеют в КТР. Почему я так говорю? Потому что вот здесь, по крайней мере, у нас в городе, вокруг профсоюзов, так называемых свободных, которые пытаются организовать борьбу, собираются разные политические организации. И вот эти анархосиндикалисты современные, им даются преференции. Им дают составки с КТР, профорганайзеров, они начинают работать за деньги, организовывать профсоюзы. Они очень сильно пытаются сохранить вот эти профсоюзные организации города от нашего влияния, от любого партийного влияния. Они говорят, что профсоюзы это вершина объединения, партии имеют свои корыстные интересы, внушают эту мысль. всячески огораживают свое влияние. На 1 мая, например, на демонстрацию мы всегда выступаем за то, чтобы вместе с профсоюзами выйти на единый митинг. Выступить в солидарность классовую. Эти деятели все время препятствуют. Они на каждом таком коррадиционном комитете первомайском начинают говорить, что нам митинги эти не нужны, только демонстрации, свои колонны. Лозунг пролетария всех стран, он устарел, нам нужны другие лозунги. И проще, и проще. Я собираюсь скалачивать свою колонну, туда вовлекают профсоюзы, идут маршем и восходятся. Когда в них это не удавалось, в какой-то момент проводили мы митинг один раз, там выступал из другой России представитель, и когда он вышел на трибуны, вот эта анархосиндикалистская часть устроил обструкцию, начал свистеть, скучать, вроде первомайский митинг, выйдет и потом скажи, в чем не согласен. То есть такие методы, саботаж, скучать, оградить и прочее, и прочее. Есть соцпроф, его возглавляет Вастрецов. Это самое реакционное объединение сейчас на данный момент. Вастрецов это деятель, который никакого отношения никогда к профсоюзам не имел, у него была политическая задача, перед ним поставлена. Он является депутатом Госдумы от Единой России. Это единственная организация, которая поддержала повышение пенсионного возраста. Стало даже говорить, что это хорошо, это в наших интересах. Это дело Вастрецов от лица всего профсоюзного сообщества. Потому что ФНПР трусливо отмолчалось, КТР какие-то подписи собирало против, а этот деятель просто поддержал. Его начали нам показывать. Посмотрите, профсоюз это поддерживает, вот, пожалуйста, СОСПРОФ поддерживает. Вастрецов такой деятель. Следует сказать, что в КТР одной из организаций был российский профсоюз докеров в свое время. профсоюз российский профсоюз докеров нам все время рассказывали, какие они молодцы, как они заключают хорошие коллективные договоры. Их всячески пытались оградить от нашего влияния, от нашего я имею ввиду ТОШКРП. Как-то защищали, вот так, огораживали, сами вели. В результате получилось, что организация сейчас российского профсоюза докеров перешла в СОСПРОФ. Перешла в СОСПРОФ почему? Потому что они по сути дела умирающий профсоюз на данном этапе. Там почти никого не остается уже. И они, Вастрецов им пообещал, что он за них будет решать все вопросы в высоких кабинетах. И они, так сказать, поддались на эти уговоры и перешли к Вастрецову. Профсоюз и это только усугубляет их распад как профсоюз. По крайней мере своему назначению они вообще перестали соответствовать. И ждать каких-то громких коллективных договоров вряд ли придется. Плюс сама позиция почему они стали проигрывать сладко. Потому что они организованы были по профессиональному признаку. Порт. Он же много разных профессий. Вот есть докеры. Но они маленькую часть среди работников порта занимают. Администрация для борьбы с РПД когда действительно добился определенных успехов в экономической борьбе она создала свой профсоюз туда и объединила всех работников. Он по численности получился больше. И она начала с ним вести дело юридически так сказать моменты здесь и перетягивать свой профсоюз в том числе и докеров. В конце концов это привело и отсутствие четкой и понятной линии перспективы привело к деградации РПД как такового. Сейчас он находится в соц. есть союз профсоюз в России углавляет его Куликов. Сама по себе вот эти фигуры Куликов храмов они не новые они были здесь были и здесь сейчас чем отличается политика СПР тем что они говорят ребята всем политическим партиям приходите к нам мы не против того чтобы вы проводили свою агитацию создавайте профсоюзные организации вербуйте свою партию из числа членов профсоюза членов своих членов в партию наиболее сознательных пожалуйста мы не мешаем мы за мы считаем что левый спектр наиболее отвечает задачам профсоюзного движения мы готовы с вами со всеми сотрудничать говорят мы понимаем что сам по себе Храмов или Куликов они не марксисты они может быть даже не революционеры скорее всего не революционеры но это не значит что под этим предлогом мы сейчас должны отказываться от работы в СПР что он не марксист а кто этот марксист создавать свои чистые профсоюзы как немецкие левые коммунисты здесь наверное стоит сказать о профсоюзе защита может быть стоит сказать профсоюз защита это классовый профсоюз руководство которого не упускает из виду главную цель неспровержение существующего строя освобождение всех трудящихся от эксплуатации с точки зрения может быть некоторые скажут ну вот вы только что говорили что Ленин будет против таких профсоюзов а вы его сами создаете и поддерживаете такие профсоюзы на это что хочется заметить во-первых профсоюз могут вступать все работники все рабочие независимо признает он диктатуру пролетариата социалистической революции или нет там дверь открыта во-вторых мы не говорим в защите что ты если вступил в защиту должен выйти из другого профсоюза можешь понаблюдать и там и там да там есть ограничения на представителей административного персонала чтобы административный персонал вошел в защиту требуется рекомендация рабочих ну это правильно то есть ничего такого нет плюс сам по себе профсоюз он входит на российском уровне является членской организацией КТР мы входим в семью профсоюзов мы не изолированы мы входим в эту организацию и вот собственно говоря наше профсоюзное членство в защиту нашей организации позволяет проводить внутри КТР определенные линии линию революционного марксизма на предпоследнем съезде удалось нам провести в резолюцию съезда что КТР борется одной из целей освобождения от эксплуатации под нашим нажимом они приняли это плюс анархосиндикалистские силы там тоже присутствуют есть и либеральная буржуазия там разные если удалось на последний съезд который был нас уже не позвали на территориальном уровне мы вошли в организацию СПР ССП не вступать это значит отдать наводку под этим реакционным деятелям один выступал вице-президент и бил себя в грудь и говорил мы первый из профсоюзов которые выступили в поддержку Путина вот ФНПР еще молчало а вот я предложил то есть понимаете да какие там реакционные элементы есть внутри СПР это не значит что мы не должны там работать наоборот мы должны эти элементы разоблачать и вытеснить чаще на международном уровне Международная это Федерация профсоюзов и Всемирная Федерация профсоюзов значит это классовый полис профсоюзного движения это реакционный полис профсоюзного движения организация входит туда сейчас я буду заканчивать численность профсоюзов в 917 году в России было полтора миллиона а всего в мире 10 миллионов за это время численность населения увеличилась где-то в 4,5 раза за 100 лет примерно однако из 10 миллионов вот сейчас в этих организациях 300 миллионов не считая китайские профсоюзы они стоят в сторонке товарищи из фонда рабочей академии нам говорят что китайские товарищи они строят социализм потому что у них в программе написана диктатура пролетариата но социализм есть уничтожение классов правильно много раз это повторяли тогда стоит наверное посмотреть классовую структуру китайского общества идет ли там уничтожение классов от 49 года по 78 действительно шло там частный предприниматель был ликвидирован как класс шло переход из крестьянства в рабочий слов уничтожение классов однако с 78 года был принят курс на рыночный социализм и процесс запустился прямо противоположно последние исследования которые проводили китайское общество классовый социальный состав буржуевые социологи называют страты они выделили 10 страт и доказали на пальцах что вот эти 10 страт в Китае соответствуют этим же 10 стратам где-нибудь в Германии классовый состав он такой же только под красным знаменем идет здесь под другим поэтому никакого социализма там конечно нет и движения в эту сторону там нет об этом говорят в том числе цифры по количеству миллиардеров на первом месте США вот я тут записывал там порядка 700 человек на втором месте Кита на втором а что такое миллиардер долларов и миллиардер мы на четвертом Россия не мы а Россия ну в тройках ваши то есть вы работаете товарищи что такое миллиардер это уже монополия понимаете там капиталистические монополии уже в Китае которых товарищи говорят что их не может финансового капитала не может быть нет монополии нет финансового капитала да и плюс там они есть кажется и в России есть миллиардеры тоже есть монополия вот это так слово вы видите да как идейно разобщен организационно рабочий класс нет единства смотрите к чему это приводит повышение пенсионного возраста падение уровня жизни медиальная зарплата в этом году медианная понимаете что такое это то заплата которую получает половина населения она составляет всего 21 тысячу рублей на эти деньги большинство живут по прогнозам правительства убыль населения в этом году составит 352 тысячи человек это прогноз может больше везде в мире рост здесь убыль это следствие соотношения классовых сил вот этой раздробленности которую мы с вами имеем как эту раздробленность преодолеть есть способы например уговорить соединиться и большевики использовали эту тактику в свое время договаривались для этого надо быть очень авторитетной силой чтобы организовать такие переговоры можно снизу потребовать снизу когда движение эту тактику использовали коментен для борьбы с нарождающимся фашизмом тогда они снизу инициировали это движение и создание фронтов и заставляли профсоюзных бонз выполнять эти трежки эти методы конечно нужны их нужно использовать но есть еще один способ о котором в свое время говорил нам Энгельс а именно он говорил что окность политического действия сплачивает обычно изолированные профессиональные союзы и обеспечит их взаимную поддержку можно сплачивать политическими действиями вот греки организовали фронт ПАМЭ под эгидой коммунистической партии собираются различные профсоюзы в том числе они все туда зовут не только те которые за социалистичную перевалюцию вообще все профсоюзы и пытаются совместно проводить какие-то мероприятия какие-то акции требования выставляют всеобщие их поддержка осуществляется забастовки демонстрации мы здесь создали проект политическую партию это блок классовых сил который был зарегистрирован в виде политической партии тоже сплачивают причем мы привлекали разные профсоюзы туда вообще любые все звали это тоже момент сплачивания соединения профсоюзов соединения рабочего класса здесь можно сказать как об успехах так и неудачах определенных но в любом случае товарищи с фонда рабочая академия на начальном этапе вроде поддержали а потом что бы мы ни делали в проекте Ротфронт все нас начинали критиковать слева выдвинули по просьбе профсоюзов поддержали наши депутаты закон об обязательной индексации заработной платы не ниже уровня инфляции все заинтересованы потому что так как написано в трудовом кодексе сейчас можно поднять заработную плату на 10 рублей в течение года и сказать мы выполнили закон а мы хотели порядок вот этого так сказать описать что не меньше инфляции инфляция плюс 10 рублей тогда выполнен товарищи стали говорить что вы делаете вы выступаете в интересах буржуазии и выступили резко против критика слева а ведь когда экономическое требование это по сути дела экономическое требование да превращается в общем национальное это уже общеклассовое требование это значит и политическое требование становится и мы вот это попытались вот это экономическое требование сделать политическим депутаты наши отрабатывали в разных регионах удалось в Карелии внесли в госгосударственную думу его как закон была организована соответствующая компания профсоюзная товарищи стояли в стороне Они только критиковали. Дальше. Политическое. Это тоже инструмент участия в буржуальных выборах. Маневр. Надо уметь все способы сочетать экономическую и политическую борьбу. Выборы президента. Наталья Сергеевна выдвигали ее, поддержали. Рабочий Киров сказал, что она представитель профсоюза защиты. Для чего она шла? Чтобы использовать возможности, которые будут представлены. Что сделали товарищи? Начали смеяться над этим, критиковать. Что делать? Бороться за коллективный договор? Идут выборы президента. Мы закроемся. От этого мы их не видим. Мы будем бороться за коллективный договор на каждом своем предприятии. Вроде тоже никак. Поэтому, товарищи, не нашли еще лучше, как начать пропагандировать. Программу Сурайкина. Суммунисты России. Политехнологический проект Кремля. И, в принципе, говорят, что если уж пойдете, то, конечно, надо, наверное, поддержать все-таки Путина. Поскольку у него есть прогрессивный итог. И за предложение все равно будет президентом. В чьих интересах какая агитация? И против кого она направлена? Против рабочей организации, за которую, якобы, товарищи пытаются провалить. Конституция, опять же, поправки в Конституцию. То же самое манило. Надо поддержать пакетом, потому что там есть... Мы говорим, либо голосовать против, либо бойкотировать. Товарищи говорят, надо поддержать. Видите, политические как расходятся? А если посмотреть, то экономические, вроде как за рабочий класс. Но только экономические. Но все эти действия политические приводят к сохранению существующего строя. Поэтому Владимир Ильич Ленин, заканчиваю, да, говорил, что профсоюзы являются не только исторически неизбежными, но исторически необходимыми формами объединения рабочего класса. Если вы не научитесь работать в профсоюзах, не перетянете их на свою сторону, вы никогда нечего замахиваться на социалистическую революцию. Вы ее не совершите, не овладев профсоюзами. И он говорит, что понятно, что полностью вы не сможете вытеснить все вот эти реакционные элементы. Но вы должны их вытеснить до известной степени. А вот эта известная степень определяется в каждый конкретно исторический момент по своим критериям. Нужно иметь голову, чтобы понимать и вычислить правильное соотношение сил. Для нас, он пишет, детская болезнь ливизны в коммунизме. Для нас критерием явилось, в том числе, выборы в учредительное собрание. Большевики наглую разбили большевиков. Помните, я вам говорил о резолюции, которая была принята накануне восстания в июле 1917 года с призывом профсоюзов участвовать в выборах в учредительное собрание, поддержав большевиков. Они участвовали, они поддержали. Они откликнулись. Профсоюзы были на стороне большевиков. И это позволило совершить социалистическую революцию и потом удержать власть. Вот это, обеспечить эту связь, работу всего аппарата, значит, пролетарской диктатуры. Ну, время подошло к концу. Как итог, наверное, можно сделать, что если действительно мы считаем себя коммунистическими организациями, нацеленными на неспоряжение существующего строя, мы обязаны работать во всех профсоюзах. Никакой нейтральности профсоюзов и добиваться идейного руководства страны коммунистических сил, профсоюзных движений. Все. Что говорил Ленин о профсоюзе в конце 21-го года? Что он говорил о хозрасчете? Нет, вы задаете экономическую. Видите, Ленин в конце 21-го года, когда была дискуссия о профсоюзах, говорил, в первую очередь надо решить политическую. То есть мы не должны оттолкнуть профсоюз, говорил Ленин. Говорил, что функция их. Убеждение, воспитание. Хозрасчет это экономический или нет? Вот была еще политика НЭПа, да? Политика НЭПа. Там Ленин, ну, съезд, ставил тоже задачу перед профсоюзами, добиваться, в том числе борьбы с мелкобуржуазным влиянием. С ростом мелкобуржуазного. Была даже идеологическая задача поставлена. Поэтому приоритет. Хозрасчет, я не знаю, что он говорил, честно говоря. Вот это очень важно. А я нашу уже год, чтобы почитать. Потому что вы эту работу, Ленин, вообще не знаете. Сейчас я по-не выясню. Хорошо, вы выступите и расскажите всем о хозрасчете. Если вы считаете это основным вопросом революции. Виктор Аркадьевич Тюлькин интересуется. Первое, должны ли профсоюзов выходить за пределы завода? Первое. Российский профсоюз докеров в лучшие годы своего существования с удовольствием делился опытом, но никогда не ставил задачу распространения своих структур. Эмпера Форда такую задачу ставил. Сегодня в силу разных обстоятельств РПД в порту СПБ почти сошел на нет. Форт закрыт. Но Эмпера, созданный, живет в Калуге на сегодня самый известный центр профсоюзной борьбы. Вопрос. Чья тактика правильнее? Я думаю, что здесь еще смысл в том, что РПД это по профессиональному признаку строился. Строился профсоюз среди докеров. Они тоже ездили и пытались организовать разные ячейки, ну в услуги в частности. Просто у них мощностей сил не хватило. Форт или Эмпера, они вначале действительно пытались по автомобильной промышленности. Это уже шире, это не профессия, это промышленность. Позднее они отказались даже от этого узкого автомобильной промышленности, перешли как профсоюз на любое производство, на любое промышленность. Поэтому, естественно, у них организационно выстроена тактика построения в любых организациях, где есть объективные предпосылки, а не только в одной профессии. Поэтому я думаю, что они и выигрывают в данном случае, потому что у них изначальная структура. Плюс им больше и лучше помогают различные политические группы, по крайней мере здесь в городе. Я говорю, что вокруг Эмпера очень сильно сконцентрировались вот эти анархосиндикалистки. Они активны, они готовы на определенные даже самопожертвования где-то в чем-то. Поэтому, плюс финансирование удается им получить. Это же не сам по себе анархосиндикализм, он безвреден для буржуазии. Они вредят в пролетарскую революцию. Эти идеи не могут реализоваться никогда. Поэтому они склонны для того, чтобы убрать действительно революционные силы, поддержать вот эти. В этом, я думаю, что вот в этом и состоит основная причина. Так, и второй вопрос от Виктора Аркадьевича. В Белоруссии Лукашенко пытается законодательно заставить тех предпринимателей, все заводы, иметь профсоюзы. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент. Да, действительно, он выпустил такой закон или указ, порущение дал. Не знаю, как правильно сказать. Вы знаете, да, что он сделал это под определенным давлением. Под давлением, что против него будет использовано профсоюзное движение. И, так сказать, понимая всю опасность, он пытается опереться на рабочий класс в своих интересах для сохранения, ну, существующего, так сказать, способа производства, режима. Какие профсоюзы он будет создавать? Скорее всего, реакционные, с реакционными вождями. Но означает ли это, что мы не должны участвовать в работе этих профсоюзов? Или означает ли это, что само по себе это реакционное постановление создать профсоюзы? Нет. Да, он будет пытаться использовать, организовывать рабочих и другие, так сказать, группы, использовать своих интересах. Но все равно для того, чтобы надо использовать момент, вот эти противоречия среди буржуазии, которые вынуждают его идти по этому пути, использовать в своих интересах, идти работать в профсоюзе, завоевывать их на свою сторону. То есть, наверное, это положительный итог. Так, все так, Степан Сергеевич. Ну, что, выступающий тогда, значит, по порядку записавшихся. Так, уважаемые товарищи, Юрий Александрович, значит, Степана Сергеевича, думаю, надо поблагодарить, потому что профсоюзная тема, конечно, она гораздо большее значение имеет, чем мы даже себе сейчас представляем. Хотя мы признаем, мы вкиваем, мы, так сказать, там, пишем и прочее, прочее. Но, почему, вот, потому что профсоюз, что такое профсоюз? Вот из самого названия вытекает, что это объединение людей по какому-то параметру в процессе труда. Понимаешь? В самом названии заложено по профессии. Степан Сергеевич, так сказать, рассказал, что шире можно рассматривать по производствам, по отраслям. Но именно людей, которые трудом сплочены, нацелены на что-то, имеют во многом общие задачи. И в этой организованности общей, да, с ними можно вести беседы и по экономическим задачам, и по политическим задачам, и по морально-нравственным, по широкому аспекту. Вот в этой связи я бы хотел еще один момент осветить, что мы часто употребляем вот такое выражение, я сам этим пришел, надо сказать, что в Советском Союзе, профсоюз, они как бы, значит, во многом утратили свою функцию защиты, защиты интересов, да, и больше занимались гарантией обеспечения, и обеспечением гарантии, которые были, конституции заложены, там, законами и прочее, прочее. И все-таки, значит, во многом это так, они отучились, может быть, бороться в таких формах, как забастовки, да, значит, но на любом предприятии, особенно на серьезных предприятиях, кто работал, могут подтвердить, что очень напряженные были дни, и очень непростая работа при заключении КОЛ-договоров, даже в тех условиях, когда был социализм и гарантии были. Значит, особенно когда доходили до, значит, того пункта, который назывался соглашение, да, значит, это были и тарифы, и условия труда, и обеспечение спецодежды, и прочее, и раздевалки, и душевые, и бани, и там, а дальше, когда соцсфера развивалась, особенно в последние годы, это были пионерлагеря, и строительство жилья, и столовые, там, и путевки, поэтому были эти функции, и недаром Сталин добился включения, включения, значит, наших профсоюзов в ту же ФНПР, и она создавалась с этим, были признаны они, хотя, значит, по большому счету они не соответствовали, как бы, тем требованием, когда управление и администрация объединены в одном профессиональном союзе с наемными работниками, так, и у Сталина есть на эту тему выражение, что у нас вот такая система, что они все одинаковые работники, наемные директоры, в том числе, и там, эти деятели, и прочее, прочее. Ну, и, конечно, для нас, для всех, самый важный вопрос, а как в политике, вот сегодня, как пробовать, значит, использовать, что ли, как подключать профсоюзы к политике, получится, не получится, кто это делает, все делают, да, вот все делают, потому что, то же ФНПР, они имеют договор о сотрудничестве, взаимопомощи с Единой Россией, он там имеет название, какое-то там соглашение, прочее, и подписывают, каждый год он пролонгируется, тот же Исаев до недавнего времени пост занимал, там, кого он, там, секретаря, да, в этих делах, делах, то есть, прямая смычка, как бы они не говорили, что мы тут вне политики, или что-то, врут мерзавцы. Та же справедливая Россия, вот мы не раз вспоминали Докеров, да, а помните, был момент, когда, дай Бог память, 250 ребят Докеров состояли у Миронова, справедливой России, конечно, несознательно, конечно, конъюнктуры ранен, но надеясь, что Миронов, поскольку он им пообещал, он, так сказать, там, сделает, вытащит и прочее, прочее. Это как раз было во время забастовок, помнишь, Александр, Иван Михайлович? Позже было. В это, потому что именно тогда они заявляли, что они будут... Это в седьмом году, когда забастовка в пятом была. Может быть. Ну, мы тогда выступали у них вместе на площади перед этим самым. А это было после этого. А фортбилет, ты помнишь, он рвал справедливой России и говорил, что мы... Ну, в подтверждение факта, что все равно все используют. Так? И даже наш ФНПР, Питерский, областная и город организации, Дербин, он откуда вообще сам? Кто помнит? Я с Макаром знакомый. Откуда Дербин? Нет, Дербин откуда? Из правительства. Правильно. Он возглавлял комитет по труду и заработной плате. Город. Так что? Ну, как он там точно назывался, не помню. И потом осуществили операцию самозахвата, вытеснили Лосюка, да? Перед ним был. И он теперь сначала со стороны правительства трудом управлял. Теперь вроде как со стороны труда кого-то защищает. А по сути... Подигрывать правительство. Одну и ту же функцию выполняет управление, да? Как бы держать руки левым, чтобы не набили морду правым. И по этому самому. Вот оно дело. Значит... Кому это? Очень показательный для нас урок. И мы пробовали, пробовали вместе, значит, опереться, или как установить смычку с профсоюзами в построении политики. Степан Сергеевич вспомнил про Родфронт. У нас и раньше же была. Вы помните, пытались организовать наши же товарищи, ну, союзники, здесь присутствующие, российскую партию трудящихся, да? И чем это закончилось? Закончилось тем, чтобы некоторые не очень хорошие деятели, в том числе здесь упоминавшиеся, которые сейчас в СПР, кстати, есть, взяли и документы этой партии передали господину Семигину. Который потом переименовал ее, быстренько, в патриоты России. Вполне буржуазную, прочее, прочее, и так далее. К чести сказать, из всех региональных организаций, одна наша, Ленинградская организация, вот с нашими друзьями, товарищами, тогда не стала осуществлять этот маневр, а ликвидировала эти документы, и Семигину здесь пришлось регистрироваться заново. Так, но сам факт, когда вот уже дальше строили Ротфронт, и я беседовал с теми же руководителями профсоюза, ундокерами, а потом еще больше, а ведь с печерами, с предложением, давайте вместе все-таки повторим этот опыт, опыт, маневр, сделаем то, чтобы можно было влиять. Знаешь, признавались, что да, конечно, надо, да, конечно, но, знаешь, говорит, какое у нас разочарование. Мы ведь с таким подъемом тогда шли, вот эта российская партия трудящихся, надо было тогда 10 тысяч штыков заявить, чтобы они были, и все у нас было. И не знаю, на что мы нарвались, как нас вокруг пальца ввели, так сказать, мордой об стол. Поэтому сейчас, говорит, Виктор Акадьевич, вот доступ, агитацию, информацию ребятам обязательно дадим, и вас, допустим, сами организовывайте это дело, не, пока не будем. Вот, постоим, посмотрим, и прочее. Ну, это я все к тому, что ошибки – это тоже опыт, это полезный опыт. А вывод сейчас только один, что работать надо там и в тех профсоюзах, которые есть, что они не нашли. Черт с ними, ФНП русские, обязательно в них, КДР русские, обязательно в этих будем работать. У Острецова есть возможность, то же самое, как Чайков, потому что есть возможность на простых вопросах, которые касаются ближних целей, зарплата, условия, уважения к людям, да, значит, высказать наши позиции и укрепиться. Научиться людей бороться, ну, за маленькое пока, а научим бороться за чего-то конкретное, небольшое, потом можно говорить уже о будущем. Поэтому, значит, вот это первый вывод. А дальше с этим же выводом можно рассматривать уже и все другие варианты, потому что их море. И у нас постоянно ставят вопросы, давайте создавать партийные профсоюзы. Ставят? Ставят. Давайте, так сказать, развивать какую-то одну систему классовых и всех других передавливать. Можно? Можно, но на это уйдет лет там, это несколько десятков. Может быть, или как-то чего-то. И прочее, прочее. Поэтому большое спасибо за беседу. А в профсоюзах нам придется, хотим мы, не хотим, работать именно в тех, которые есть, и там, где они есть. А там, где нет создавания. Все. Почитавший, я, как у вас, товарищ Малинцов, нам скажу. Нет, заключительное слово. А я, так сказать, тоже все-таки на правах ведущего. Не записываясь, два слова хочу сказать. Значит, ну, опять, спасибо большое Степану Сергеевичу за очень информативно насыщенную лекцию. Я думаю, тут можно было бы по каждому пункту немножечко обсудить. Но времени уже, конечно, нету. И проявляя гуманизм, значит, по двум пунктам. Значит, хотелось бы остановиться. Первый пункт – это по Российскому профсоюзу докеров. Значит, если мы вспомним исторически, то Российский профсоюз докеров был образован как? В профсоюзе работников водного транспорта в конце 80-х годов, когда видно было, что положение работников ухудшается, а профсоюз здесь не чешется, была создана секция докеров. И надо сказать, что путь этот универсальный, потому что здесь вот все товарищи совершенно верно говорили, что Ленин призывал работать в самых жертвых профсоюзах. Но как ты начнешь работать? Президатель куплен правкома, члены правкома куплены, они избираются на конференции на 5 лет. И с какой стороны там это все подгрызать, совершенно непонятно. Ну и вот мы, в частности, Михаил Васильевич подражили, делать рабочие секции в этих профсоюзах. Вот собралась рабочая секция, туда пришел, в профсоюзе у нас там состоят и начальник, и директор, и секретарь начальника, и инженер ПТБ, и технологи, и все-все-все. Нет, вот собрались рабочие, рабочая секция, и обсуждают свои вопросы. Пришел там главный технолог, ну посидеть можно, выступать тебе не надо. Здесь вот рабочие сидят, выступают. Так была создана секция докеров в профсоюзе работников водного транспорта. Впоследствии она была организована, в 1991 году был зарегистрирован в профсоюз докеров, и в нем было три секции. Секция докеров, секция рабочих механизаций, и секция, ну, пролетария функционного труда, скажем так, туда Тайманы входили, экономисты, ну вот всякие такие люди. Руководители, конечно, администраторы туда не входили. Значит, правом решающего голоса обладали только товарищи из секции докеров. Все остальные, пользуясь в спорной мере всеми брагами, права голоса не имели. Почему? Потому что, как показала практика, когда остается в товаровече о каких-либо коллективных действиях, докеры где-то процентов 80-90 за, рабочие механизации процентов 60-70 за, пролетария умственного труда там где-то процентов 30 максимум за. Поэтому здесь решали секция докеров, и, в общем-то, это всех устраивало. Значит, как пропал? Во-первых, слухи о смерти профсоюза сильно преувеличены. На первом контейнерном терминале в этом году заключен кордоговор, который практически ничем не хуже, нежели вот вершина вот этих кордоговоров, получившихся по результатам забастовки 2005 года. На других стивидорных компаниях, там, да, там определенный спар произошел. Но там надо сказать, что после успешной забастовки 2005 года пошел коросальный накат, это не то слово. Выбили на второй стивидорной кампании самого боевого нашего товарища Стаса Фомичева. Выбили на первой стивидорной кампании Петрова. Оттуда уже эти председатели правкомов этих компаний уже, так сказать, в портовом комитете. Вытувили Федотова с поста начальника юридического одера. Хорошо, что его подхватил саржент на пост своего заместителя на первый контейнерный терминаж. Потом, значит, выперли Моисеенко, который сам подраздражился. Но и тем не менее, он вот руководил на протяжении всех этих веков сайзом докеров. Ну и в профсоюзе докера пришли к руководству люди, которые, в общем-то, пошли в сторону вот этих наших синдикалистских профсоюзов. И повели, так сказать, линию на снижение. Там всякие брожения начались. От нашей помощи они отказались. Газеты докера больше не выпускались. И там, так сказать, все пошло на снижение. Ну, я говорю, первый контейнерный терминар еще держится. И профсоюз докеров пока хранить рано. Мы в порту раздаем газеты. Общаемся там с народом. И народ там, надо сказать, правильно подходит. Посмотрим, что там будет. Это что касается профсоюза докеров. Да, ну и по поводу... Мне кажется, все-таки тут сдвиг бы, Виктор Аркадьевич. Почему? Потому что в 2007 году был расчет стоимости рабочей силы. И вот тогда Миронов воззлился на это дело. И он начал окучивать именно первый контейнерный терминар. Не весь профсоюз докеров. А именно вот там, на ПКТ. И там, да, там у него было какое-то... Мне казалось, 80 человек цифра. Но, возможно, я не прав. И он, так сказать, письмо ответил. И говорит, да, стоимость рабочей силы будем продвигать. У меня как-то с этим временем ассоциируется. В связи со справедливой Россией. Ну, это ладно, это не принципиально. Так что, вот, мне кажется, как-то так. Я считаю, первое, по поводу Российского профсоюза докеров. И второе, сейчас заканчиваю, значит. И второе, это по поводу экономизма. У нас есть, Степан Сергеевич, у нас эта дискуссия очень давняя. И я всегда говорю, что есть работа Ленина. Беседы со сторонниками экономизма. И там очень подробно и четко изложено, что такое экономизм. Ково договора – это не экономизм. Так же, как и, в общем-то, и политика, вот это вот, так называемое, дорогой правительства и так далее, это не есть политика рабочего класса. Почему Ленин выступал тогда, как в качестве политики, выступал за свержение самодержавия? Потому что свержение самодержавия – это было напрямую связано с интересами рабочего класса. Именно после того, как сверзли самодержавия, образовались, было установлено в Петрограде яустным порядком рабочий восьмичасовой день, появились советы, появилась официальная легальная разрешенная деятельность партии, Ленин вернулся из-за границы, не боясь ареста. Только после этого могла произойти пролетарская советская революция. При самодержавии этого быть не может. На нынешнюю ситуацию-то проецировать нельзя. Никакого политического интереса рабочего класса в свержении Путина и замене его хоть на Навального, хоть на Ходорковского, хоть еще на кого-нибудь – нет. Так же, как нет политики рабочего класса и нет интересов рабочего класса в свержении Рукашенко и замене его на Тихановскую – нет тут таких интересов. Это не политика рабочего класса. И хождение дороги правительства… Ну что, ну ходили, например, дороги правительства Медведева. Ну, удовлетворили в этом году. Ну, старое правительство, ну, Шутина. Ну, Шутина вроде бы более лучшие у него дыровые качества, чем у Медведева, а то вообще не год ходячий. Ну и что? Это что, политика рабочего класса? Рабочей каждой такой политикой заниматься? А в 17-м году тоже, между прочим. Ну что там, ходили дороги 10 министров-капиталистов? А что ходить-то? Создали советы, провели работу в войске от Петроградского гарнизона, провели работу в Бартийском флоте. И созвали съезд советов, создали свое правительство, Совет народных комиссаров. А то правительство куда-то делось. А что кричать-кричать-орать-то «дорой правительства?» Вот ходишь-то, кричишь «дорой». Ну, а что только-то? Ну, «дорой». Ну, вместо правительства Медведева будет правительство Мишустин. И что? Вот. И кордоговор, подписанный Сталином, конечно, это важнейшее политическое событие. Не случайно его называли «мазутной конституцией» в Баку в то время. И, конечно, заслуга здесь не в том, что ходили на митинги и демонстрации, писали проекламации, а заслуга именно в том, что без партии рабочие сами по себе не смогли бы создать кордоговор. Я не знаю ни одного кордоговора, который был бы создан в современной России без партии. И те кордоговоры, которые на многих предприятиях тянутся с советских времен, это фактически потихонечку вымываемые кордоговоры советских времен на старых предприятиях, которые, так сказать, не было без участия партийного, созданного коллективного договора. Кордоговор – это конституция предприятия. Это первый шаг к коммунизму. Без этого первого шага никакой политики рабочего краса быть не может. Не свержение Путина, еще раз, не свержение Рукашенко, а именно кордоговор, именно работа по созданию, по переходу рабочего краса и состояния краса в себе в крас для себя, он и есть работа по установлению диктатуры пролетариата и в дальнейшем по построению коммунизма. Все, прошу прощения за проупотребление. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, заключительное слово, что не скажете? Да, 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 да. Вот, хотели выступить. А, да. Две минуты. Две минуты. Вы чего же были? Не удержусь от комментариев. Было сказано, что никакого Резона в замене Путина на Мишустина нет. Конечно нет. Но в замене Путина на Советской власти есть не только Резон, но и цель спасения. Если вы будете кричать домой Путина, это Граду и Советская власти не произойдет. Громче, пожалуйста, пожалуйста, Громче. Не отди. Теперь было сказано, как нам прийти от профсоюзов в политику. И было сказано, работать в тех профсоюзах, которые есть. Кажется, нужно работать в тех забастовках, которые есть. Ибо высшее революционное качество профсоюзов, которые мы ожидаем, есть протестные действия политического направления. Они уже достигнуты и как бы болтаются оторванными, невостребованными, рассыпанными. Вот их 30 забастовок Российской Федерации. Украина, Латвия, Литва, Казахстан, Грузия даже. И если коммунисты придут туда, где уже совершена забастовка, показывая качество, что мы уже способны на это, и уже это практически воспроизвели, то воспроизведется та закономерность, которая была доложена докладчикам. Сначала были коммунисты в России, а потом профсоюзы. Под руководством коммунистов будут создаваться профсоюзы там, где уже есть способность к забастовочному движению, и доказано практически. Если эти драгоценные всполохи, теперь уже протестные борьбы, будут соединены в целый протестный ураган, то это будет замечательная основа для выражения претензии политической на смену политического строя. То, что было Тихановской, сделано в опоре как раз на такие забастовки. Они были фиктивные. Потом появились статьи, говорящие о том, что там 0,1 было. Все это фальшь. Но даже этой фальши хватило, чтобы обосновать претензию на политическую власть. У Тихановской ее никакой. Это вражеское движение во враждебную сторону. А у советской власти основание на выражение претензии на политическую власть, восстановление, все. И сделать это, опираясь на те хотя бы даже протестные выступления, 50, например, количеством по разных городам, уже есть заявления обоснованные. У советской власти право на восстановление, ну, стопроцентное, мало сказать, она была свергнута в процессе контрреволюционного переворота насильственно, кровавым путем, вопреки воле народа, выраженной на референдуме 91-93 года. 30 лет этого пути показали гибельную участь народа, прожиточный минимум, еще и подвал из ниже прожиточного минимума, разрушенная международная безопасность, геополитическое единство России разрушена. Сумма всего, ну, не сравнить с обоснованиями Тихановской. То есть, если появляется... Если появляется такое зыбкое и уязвимое притязание на политическую власть, как у Тихановской в Белоруссии, то конкурентно появление другой, ну, как бы, конкурирующего явления, оно спасается тем коридором, который делает Тихановская. Посмотрите, с ней разговаривают. Запад показывает, что правомирят на самом постановке вопроса о своем политической властье. Вы говорите, минуты, Ивана. Значит, это будет тоже рассмотрено с большим основанием, или выраженным. Да, спасибо за вопрос и за интерес, который был проявлен на выступление. Что касается истории российского профсоюза докеров, дело в том, что это российский профсоюз. Здесь осталось на первом контейнерном терминале, осталось организация. А в других городах, регионах что ли? В Ради Востоке осталось. Осталось, а где не осталось, есть такие места. Дело в том, что там идет неуклонное снижение численности. Тенденция отрицательная. Как ее продали? Плюс политически они вошли в соцпрох. Тоже не очень хорошие, вы знаете, прочее. Говорят о том, что тенденция плохая. Вот о чем. По экономизму, да, действительно, у нас давний спор, что такой экономизм является ли контрабочая академия носителем этой концепции. На мой взгляд, и является. Вот шло апеллирование к тому, что политика – это не кричать Путину, значит, долой вместо него Навального. Конечно, нет. Политика, как вы сами нас учите, да, это классовая борьба. Борьба за власть, за удержание, за осуществление власти. Что разве смена Путина на Навального – это что? Это не классовая борьба. Нет, то есть вы нам буржуазную политику пытаетесь. А утверждение, что колдоговора – это классовая борьба. Буржуазная политика – это плохо. Конечно, плохо. Но мы же говорим-то о другой политике. А другая политика – колдоговор. Нет. Не бежать. Колдоговор, понимаете, конечно, мы не против колдоговора. Ни в коем случае. Мы против того, чтобы за колдоговор, за эту борьбу отказываться от политики, от борьбы за власть, от традиционного преобразования в угоду какого-то коллективного договора. Это об этом, кстати, много раз писал Ленин. Он говорил, что мы не всякое улучшение материального положения рабочих можем поддерживать. Если оно достигнуто за счет того, что снижены условия для борьбы, какие-то гарантии и прочее, то это мы против такого коллективного договора. Понимаете? Против колдоговора? Он не говорил. Где Ленин говорит «против колдоговора»? Мы против колдоговора. Где это такое? Я вам приведу эту ситуацию по коллективному договору, между прочим, и по тому, что Ленин был в целом против достижения материального улучшения, ценой ухудшения возможностей для борьбы за власть. Вот об этом речь идет. Нельзя. Это приоритет. Приоритет условия борьбы за власть. Оно приоритетно. И когда ты ставишь высокие задачи, борьба за власть, тогда легко решается экономически. Коллективный договор в Баку был заключен потому, что задачи были гораздо шире. Это следствие экономическое улучшение. Поэтому еще раз, по крайней мере, мы едины, что в профсоюзах надо работать. За профсоюзами будущее, и без них революцию не совершишь, и власть не удержит. Все, спасибо. Следующая лекция у нас, по идее, должна быть товарища Огородникова. Это патриотизм и красовая борьба. Но Владимир Петрович, он что-то настроен прочитать ее по телевизору. Хотя посмотрим, может быть, он и явится. Но на всякий случай, значит, я думаю, что в свете наших сегодняшних обсуждений, может быть, если Владимир Петрович все-таки будет настаивать на том, чтобы ему не выходить сюда живьем, он опасается коронавируса, но она обоснована, то мы это послушаем, лекцию на телевизоре там как-то выражен само собой. А здесь, может, проведем семинар по профсоюзам, профсоюзному движению, практика профсоюзной борьбы. Продолжение следует...